Я один из депутатов, который голосовал за обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР. В дальнейшем, который голосовал за ратификацию соглашений с ЛНР и ДНР по признанию их независимости. И моя позиция искренняя, моя позиция продиктована заботой о русскоязычном населении, которое в течение многих лет подвергалось геноциду. И моя позиция продиктована тем, что частично, к счастью, я на себе испытала то, что называется словом «пытка». Мне было очень тяжело сейчас смотреть эти кадры, я буду с вами говорить откровенно. Дело в том, что многим из вас знакома моя история. Я была осуждена в Соединенных Штатах за сговор в попытке деятельности якобы иностранным агентом. Отсидела 15 месяцев в тюрьме. 117 из них дней я провела в холодном бетонном карцере. Меня заставляли ходить без одежды и лишали возможности общения с родными. Мне не давали спать, включали звуки. Я, в общем, понимаю, о чем идет речь. И, в общем-то, один шаг отделял меня от того, чтобы быть одной из этих людей, которых вы видели сейчас. Потому что Украина тоже требовала моей выдачи за мою позицию по вхождению Крыма в состав России. И буквально один шаг мне оставался до того, чтобы испытать все то, что испытывают сейчас там люди. И в этом смысле я хочу сказать, что я их понимаю, и это жутко. Я, когда со мной случилась эта ситуация, тоже думала, что это все нереально. Оно не может просто произойти в 21 веке. Людей не могут пытать, не могут пытать их в цивилизованных странах. Но это казалось более чем реальностью. И поэтому людям, которые сегодня испытывают страшное давление на себя, люди, которых убивают за то, что они русские, за то, что они говорят на русском языке, все это, к сожалению, реально с сегодняшнего дня. И знаете, я даже из тюрьмы письмо пыталась в американские СМИ писать, где говорила, что возрождение нацизма недопустимо. Но, к сожалению, это письмо, естественно, никто не опубликовал. И мы видим, что такие тенденции имеют свойство прогрессировать. Поэтому я голосовала за признание и защиту русскоязычного населения ЛНР и ДНР. Я голосовала за то, чтобы на Украине была проведена демилитаризация и деноцификация, потому что в противном случае наш мир идет в никуда. Я всерьез воспринимала и воспринимаю заявление украинской стороны о возможности приобретения атомного оружия. И должна вам сказать, что мне удивительна позиция Соединенных Штатов, которая вроде бы должна заключаться в том, чтобы всеми силами предотвратить возможный ядерный конфликт, но тем не менее, по-моему, в угаре политическом, желание играть на внутренней повестке, эта сторона уже дошла до того, что готова вооружить нестабильное государство с очевидными тенденциями к уничтожению собственного населения таким оружием, как ядерное. Я считаю, это недопустимо. За мою позицию меня сегодня преследуют. Это так. На сегодняшний день я получаю массу звонков среди ночи. Люди, которые звонят мне с абсолютно разных номеров, угрожают убить мою семью, угрожают прийти за мной. И для меня это нормальная реальность каждого дня. Поэтому я сейчас хочу ответственно заявить всем тем, кто совершает на меня подобные нападки. Я их не боюсь. Сдаваться я не собираюсь, русские не сдаются. И свою позицию я как отстаивала, так и буду отстаивать далее. Я считаю, что спецоперация российских вооруженных сил необходима для того, чтобы прекратить геноцид, пытки, издевательства над мирным населением, русскоязычным населением, которое на сегодняшний день проживает на Донбассе и на остальной части Украины. Я считаю, что Россия и Украина – это братские государства. Украинцы – это братский для наш народ. Но то, что происходит сегодня в этой стране, где киевская верхушка буквально захватила власть и устраивает теперь репрессии в отношении собственного населения, раздавая, например, оружие бывшим уголовникам, выпуская их из тюрем, я считаю, что в 21 веке это категорически неприемлемо. Поэтому я всячески поддерживаю наших военных. Желаю, чтобы переговоры закончились как можно быстрее. Единственный путь к миру – это демилитаризация и деноцификация Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова